Цветочное царство на окраине Самары. Здесь выращивают все цветы, что украшают городские клумбы. Каждый день с 8 утра тут сеют, удобряют и поливают. Внимание и забота требует полтора миллиона растений 50 сортов. Чтобы город преобразился в мае, цветы начинают сеять в середине зимы. Наталья Варламова здесь работает уже больше 30 лет. Сколько за эти годы вырастила цветов, даже сосчитать не пытается. Когда особенно гуляешь по набережной, и вот это все вот видишь, как это все ярко, красиво, и понимаешь, что ты в это, как говорится, вложила в душу время свое. Не знаю, мне вот, например, доставляет большое удовольствие. Мне, кроме сказать, гордости даже. В этом году в питомнике выращивают несколько новых сортов – петуни, катарантусы и гацани. Новинка этого года – гацани. Сорты кис-уайт, кис-ред и кис-ъеллоу их посадили в начале февраля. Цветоводы называют их своеобразным барометром. В непогоду соцветия закрываются. Вообще, цветы хорошо себя чувствуют в городских условиях. Ни пыль, ни загазованность им не помеха. Главное, чтобы солнца было достаточно. Цветников в Самаре в этом году станет в три раза больше за счет новой программы «Цветущий город». Она рассчитана на пять лет и принята по инициативе главы Самары Олега Фурсова. В итоге общая площадь цветников составит 40 тысяч квадратных метров. Только в этом году планируется увеличить площадь посадки на 24% скверов вдоль уличной дорожной сети. Планируется приобрести и установить новые вертикальные конструкции, элементы для мобильного и вертикального озеленения, различные ландшафтные, топиарные скульптуры. Украшать самарские дворы, парки и скверы будут в течение всего лета. Подключиться к этому могут и жители. В каждом районе проходит конкурс на лучшее озеленение дворов. Особое внимание уделят гостевым маршрутам. Там установят новые ландшафтные композиции на тему футбола. Сейчас дизайнеры разрабатывают их эскизы. Своеобразным итогом для всей Самары станет фестиваль цветов. В этот раз он будет в парке «Дружба» 30 июля. Валерия Макарова, Станислав Левин. События.